МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РОССИЙСКАЯ ЛАБОРАТУРА НЕ ВЫЯВИЛА ПЕРОВЫШЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ СМУРОДНЫХ ГАЗЫ У ПАВЕТРЫ У ЗОНИ ЗАВОДА БЕЛЯНЫЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ У СВЕТЛАГОРСКУ. 11 ВЕРАСНЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КОРДОННЫЙ КАМБИНАТ ОПУБЛЯКОВАВ ВЫНИКИ ЗАМЕРОВ. НАГАДАЕМ ПАСЛЯ ПРОБНАГО ПУСКУ ВЫТВОРШЕСТІ ЖАХАРЫНЫ ВАКОЛЯ СВЕТЛАГОРСКА СКАРДЦИЛИСЯ НА НЕПРЫЕМНЫЙ ПАХ. У ЛИПЕНІЦЫ КАКАЗА ПРАСЮДДЯ ПРАВЕДЕНИЯ МОНИТОРЫНГУ РОССИЙСКУ ЛАБОРАТОРУЮ. АЙЧИННЫЕ РОССИЙСКОЕ ЭКОЛАГІЧНЫЕ НЕРМАТЫВЫ ПРАКТЫЧНО ИДЕНТЫЧНЫЕ. ВЫНИКИ ЗАМЕРОВ ПАКАЗАЛІ, ПРАДПРАЕМСТВА ЗАБЯСПЕЧВАЕТ ДОПУСШАЛЬНЫЙ УЗРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВУ ПАВЕТРЫ. ВЫСНОВЫ РОССИЙСКА ЛАБОРАТОРЫ КАМБИНАТ ЛИЧИТЬ АБДІКТЫВНЫМИ И ДАКЛАДНЫМИ. ЗАРАЗ ЗАВОД СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЯНЫЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ВЫШУ НА РАБОТУ С ЗАГРУЗКОЕ МАГОТНОСТИ БОЛЬЗА 60 ПРАЦЕНТАУ. ЭКОЛАГІЧНЫЕ ОБСТАНОКА ЗАСТАЕТСЯ ПАДПИЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ. У ЗНАГОРОДЫ ВЕНШАВАННИ И ПАДАРУНКИ. СУПРАЦЕННИКИ ОРГАНЫ У ПАПЕРЭДННЕГО СЛЕДСТВА ОЗНАШАЮТ СЁНЕ СВОЁ ПРАФЕССИЙНЫЕ СВЯТА. УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДШИХА КАМИТЕТА ПАГОМЕЛЬСКОЙ ВОБЛАСТИ НАВЕДАУ ОЛЕГ СЕНТЮРОУ. ЗАКОН СПРАВЕДЛИВАЦЬ АЙЧИНА. ГЭТА ДВИЗ СЛЕДШИХА КАМИТЕТА. У БЕЛАРУССИЯ ГЭТА СТРУКТУРА БЫЛА СТВОРОНА ОДНОСНО НЕДАВНО, УСЯГО СЕМ ГАДОВ ТАМУ. АЛЕЙ ЗА ТАКИНИ ПРАТЯГЛЫЙ ЧАСС СЛЕДЧИЙ КАМИТЕТ ПАСПЕВ СЛАЦЬ НЕАДГЕМНЫЙ ЧАСТКОЙ ПРАВАХОВНЫЙ СИСТЭМЫ КРАИНЫ. НЕ ПОСРЕДНО ПРАСИЙНОЕ СВЯТО, ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНУ ПАПЕРЕДНИГО СЛЕДСТВА, У БЕЛАРУССИЙ СЮЛИТА ОЗНАЧАЕТСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ. С ГЭТАЙ НА ГОДЫ ВСЕ СУПРАСОВНИКИ В ПАРАДНОЙ ФОРМЕ. ПРАВДА, НА РАСПАРАДКУ ПРАЦЫ ФАКТ СЛЕДКОВАНИЯ ОТБИВАЕЦСЯ НЕ ВЕЛЬМИ ЗНАЧНО. У КОЖНОГО СЛЕДЧИКА НА КОНТРОЛЕ ПА НЕКОЛЬКИ СПРАВ, КАКЕЙ НЕОБХОДНО ЗАВЕРШИТЬ, У ВЫЗНАЧЕНЫЙ ЗАКОНУДАВСТОМ ТЕРМИН. НЕ ВЕЛИКИ ПЕРАПЫНОК ТОЛЬКИ НА УРОЧИСТЫЙ СХОД ЗА УРУЧЕНИМ УЗНАГОРОД, ГОНОРОВЫЕ ГРАМОТЫ, ПОДЯКИ, НАГРОДНЫЕ ЗНАКИ ЗА ЗАСЛУГИ И МЕДАЛИ ЗА БЕЗДОКОРНУЮ СЛУЖБУ, ЯК ОЗНАЧАЕТСЯ О ОТПОВЕДНОМ УКАЗЕ ПРЕЗДЕНТА БЕЛАРУССИ ЗА УЗОРНОЕ ВОКОНАНИЕ СЛУЖБЫ ВОХОБОВЯЗКОВ. Старшая следча Катерина Сабадаш спочатку працавала у милиции, потом перешла в следчик комитет. Кажет, что свою работу любить, хоть просто и ее назвать нельзя. В основном это объем той работы, которую требуется выполнить и ограниченные сроки. То есть срок следствия два месяца и надо вложиться, успеть выполнить максимальный объем работы, чтобы доказать вину преступника. Разом с девчими супрацовниками следчика комитета, сирот узнагородженных, их батьки, все это у областном управлении подрактовали больше 70 таких падячных листов. Урежьте, якости, яке потом спотребится для работы у правоохонных структурах, формируются миновиты у семьи. Сдольность працавать у коллективе сярут основных, причем только выконанием службовых обовязков, справа не обмяжовывается. Неглядяче на занятость, супрацовники следчика комитета и у акциях, яке проводится у городах, у дел приимают. И над школьниками шефства берут, ящедина керунок международное супрацовництва. У мая этого года у Гомеля пришла со встречи керунков Следчих комитетов Беларуси, России и Армении. На наступном тыдне отбудется международная науково-практичная конференция, у делники якой проанализуют деятельность органов попередника следства и выкружат парады по повышению ее эффективности. Первую международную конференцию, посвященную развитию досудебного производства. Такая действительно конференция, по моему мнению, очень нужна. Мы надеемся на то, что здесь будет руководство Следственного комитета. Очень авторитетные люди приезжают сюда из научного мира. В проведении этой конференции нам активно помогают и университеты имени Франциска Скорыны, и наше общественное объединение Союз следователей. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Кирующая посадой Беларуси сегодня займают около 180 тысяч женщин. Это 44%. Они кируют предприемствами, комитетами, навыццелыми районами. И делают это довольно успехово. Наступный сюжет из Лоевского района. Вероника Байкова на посаде старшиней Лоевского района «Канкама» уже год. Признается, авторитет завоевала с часом, бо подпродкование есть и мужчины, и только учинками и решениями. Теперь он працует на ЯЕ, а она ставит задачи и в первую шаргу перед собой. Тому попыц у всех однольковый. Руководитель, он на этом уровне должен обладать теми же качествами, что и мужчина, если даже это женщина. Но скажу, что наш председатель даст форум, мне кажется, любому руководителю, потому что женщина требовательная. Всегда контролирует исполнение всех своих поручений. В должности я практически год. Конечно, придя сюда на должность председателя Лоевского райисполкома, я столкнулась с многими направлениями, которыми я никогда в жизни не занималась. Сегодня я вижу тот потенциал, который есть в нашем районе. Мы сегодня за этот год определенных успехов достигли. У старшиня акцент на социальное развитие. У районе 12 тысяч человек. Подход до кожных изнастей немогчим. Але допомагать старается тому, кто больше заинших у гэтым мая потребу. Сергей Краушенко после травмы позвоночника опынулся у инвалидном кресле. Тому пришлось выражать и еще одну проблему – отсутность подъемника у доме. Звонок на хорошую линию у райвы конкам изменил ситуацию. Выделили деньги на построение пантуса. Теперь делали санузел, делали одни двери, чтобы можно было заезжать. Большое спасибо располком и комухозу. От проблем особных людей до проблем у сего района. Жанучая господарливость, помноженная на мужчинский характер, дозволили зарабить многое. Город прирос в жилфонде. У Тымлику и дитяшими домами семейного типа. Заявились новые дороги и новые рысы у обличчера центра. Проведенный ремонт у поликлиницы. Заявилась новая медтехника. Лоевский у Гомельской в области самый жанучий район. Усе ключевые посады у райвы конками займают представницы слабого полу. Коллектив жанучий на 85%. Далекатные руки кируют не только отделами и комитетами, але и сельскими господарками. Валентина Краушенко у шпилька хумело узбирается по приступках трактора. У подначаления у ЯЕ 129 человек. Полова – мужчины. Директором Саугаса Зарая настало два годы тому. До ее приходу господарка была проблемной. А сенья – у лидерах. Так сложилась судьба, что пришлось командовать сельхозпредприятием. Это, конечно, тяжелая работа, ответственная. Но, тем не менее, мы женщины, и мы все время должны оставаться женщинами. Тяжело, но мы справляемся. Гомельская в область – один на Украине. Дзержаншины займают посады старшиню райвы конкама. И говорка не только про Лоев. Под кераунистом прохожего полу – Гомельский, Мазырский и Добуржский районы. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Акцию «Правсоюзная молодь» первокласснику провели сегодня у Гомеля. Подарунки от областного объединения профсоюза упрямали самые юные навученцы 45-й школы. Так само для них организовали концертно-забавляльную программу и тематичную фотосессию. Третий год за пар акцию проводят во всех районах в области. Ее инициатором и организатором выступает молодежный профсоюзный актив. Студенты своими силами ладят профсоюзные уроки и концерты. Упадяку за визит на сцену выходят и навученцы мясовых школ. По традиции у завершения акции первоклассникам уручают подарунки. Звычайных это канцелярские прилады и сувениры. Если в прошлом году и позапрошлом мы уделяли большее внимание детям из неблагополучных семей, детям-сиротам, то в этом году мы решили не выделять первоклассников и весь первый класс 45-й школы поздравить с началом учебного года. Мы надеемся, что ребятам все очень понравилось, потому что детские улыбки, детские аплодисменты, смех на самом деле это дорогого стоит. Профсоюзы Гомельской области уже подвели итоги благотворительной акции «Профсоюзы детям соберем портфель первоклассникам». В 2018 году эта сумма была 700 тысяч рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года порядка 400. Поэтому я хочу сказать огромные слова благодарности в адрес председателей правкомов и руководителей предприятий учреждений за такую результативную работу, которым удалось поддержать столько семей, чьи дети идут в первый класс. А кроме того, многие предприемства нашей в области допомагают батькам со сборами детей в школу, как у первой, так и у старой классы. Сегодня у Гомельским областным музеем военной славы прошел урок мужности от Курска до Гомеля. Инициатором его проведения выступило керавництво областного отделения Фонду Миру. Просвятили урок 75-й годовине завершения Курской битвы и 75-й годе у початка вызволения Беларуси от ворога. Миновиты после перемоги в Курской битве Червоная армия перешла в наступление и им кливо наближалась до межа в Беларуси. 23 вирусня 1943 года был вызволен первый район из центра республики, городский поселок Камарын и шесть прилеглых вёсок. Просдва месяца 26 листопада 1943 года части Червоной армии вошли в город Гомель. Перед удельниками мероприемства выступили историки и представники громадских организаций. Молодые люди убачили редкие кино, фотодокументальные материалы об Курской битве. Областное отделение Фонда Мира с 2001 года честно сотрудничает с Курским Фондом Мира. И мы там проводим и марши мира. Практически не было ни одного района, где мы не побыли. Мы побыли в местах этих рассташенных сражений. Вот по Наре мы дважды там были. Мы были в Прохоровке и так далее. Вот поэтому именно на примерах той битвы мы хотим ещё раз показать нашему молодому поколению, что такое война, какое горе, боль она приносит людям. В заключении мероприемства демонстрировался документальный фильм «Курская дуга». У Светлогорску 15 вересня выберут у Ладарася Лаеки разом со своей семьёй представить нашу в область в республиканском проекте. На областном узроне удельниками творческих, спортивных и кулинарных конкурсов станут 12 молодых семья у региона. Спочатку они представят на суд журы тематичные подворки, у которых адлиуструют историю створения своей семьи и традиции каштоуности. По слезу делам группы «Потрымки» молодые продемонструют творческие сдольности. Зладженность семьи будет проверяться подчас поборництва под назвой «Працуем разом». Там их чекает распиловка бервяна и рубка дров из-за проганий с распраганием коня. Самая спортивная семья вызначится после марафона. До всякого дела, для перемоги, батькам придется поменяться ролями у выполнения хатних обовязков. Однако кулинары всё-таки застанется за женщинами. Свои кухарские сдольности они продемонструют у конкурсе «Селянские присмаки». На протягу сягоспоборництва семьи будут отрымливать балы. Переможцами станут стыя, кто наберет наибольшую колькость очков. 15 вересня Гомель будет принимать веншавание с Днем города. Афиша богатая на самые разностальные подеи. У каждом районе города рыхтуются особные пляцовки и святочные программы. Усе месяцы отпочинку тяжко перелечить. Однако организаторы обязают, что каждый сможет найти нечто на свой густ и по своих интересах. Только у центральной части города будут працевать каля 20 забауляльных и выставочных пляцовок. У 11 ранницы на площади Ленина начнется концерт с уделом театра Ирыны Дорофеевой. Каля медуниверситеты разгорнутся с поборницей за звание самого мощного Гомельчанина. У сквера Меграмыки пройдет другий фестиваль вуличных мастатствов на одной хвале. У парку на эстраде с творчими номерами выступит вокальный ансабль «Лянок» с Тюмени. А пляцовку каля лодышника займуть у дельники фестивалю «Фудпарк». На Белецким спуску отбудется концерт кавер-бэндов. У его завершения выступит гурт «Дразды». На центральном стадионе прогучать хиты народной артистки России Валерии. А на танцевальных пляцовках будут разгортываться подеи фестиваля «Сожский карагод» и турнира по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». У нас «Золотая рысь» меняет свою площадку. Турнир будет проходить на базе спортивного комплекса «Локомотив». Мы так подумали о том, что база очень хорошая, новая, интересная. С подходящим полом, потому что в бальных танцах пол – это самое главное. А соревнования будут проходить с 10 утра до 10 вечера. Два дня. То есть первая половина дня – это в основном детские пары и молодежь. А вечерняя программа – это уже пары постарше и международный турнир. Значит, оба финала у нас пройдут в 19.00 в субботу и воскресенье. Из таких моментов, которые тоже у нас новые на сегодняшний день, финальные соревнования будут проходить в сопровождении нашего гомельского симфонического оркестра. Завершальный аккорд святошного дня – фейерверки. Они отбудутся в 22 часа во всех районах. ГТ и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by. Далее эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Поймал самого себя. Гомельчанин после подводной охоты оказался на больничной койке. Хирурги извлекли инородный предмет, мешавший горе-подводнику нормально чувствовать себя на суше. Накануне в больницу скорой медицинской помощи обратился 36-летний мужчина, нога которого насквозь была пробита гарпуном. Это металлическая стрела для производства выстрелов из подводного ружья длиною несколько десятков сантиметров. Там поступил пациент, который, занимаясь подводной охотой, случайно ранил себя гарпуном в область стопы. Инородное тело было извлечено. Самочувствие пациента в настоящее время ближе к удовлетворительному. Место для подводной охоты было выбрано на СОЖе в районе агрогородка Новая Гута. Вылазил с реки, поставил ружье на предохранитель, ружье самострелило, попало в ногу. Спасибо медикам. Все сделали быстро, аккуратно. Даже сегодня я готов идти домой. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. Около половины седьмого вечера на пересечении улиц Западный объезд из метро Кабя-Доли в Речице произошло столкновение автомобиля с мотоциклистом. На обозначенном перекрестке мотоциклист, не обратив внимания на то, что на автомобиле включен левый указатель поворота, приступил к совершению маневра обгона, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в Реческую районную больницу. Накануне в Петриковском районе при проведении земляных работ произошел несчастный случай. Машинист экскаватора при опускании задней опоры трактора придавил лежавшего на земле мужчину, рабочего одного из предприятий района. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев от имени редакции «Де Факто». Поздравляю всех представителей Следственного комитета с профессиональным праздником. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. В первом домашнем матче сезона хоккеисты Гомеля одержали победу в Полесском дерби. Таким образом, эта виктория стала третьей подряд в нынешнем сезоне и позволила возглавить турнирную таблицу чемпионата. Игра против Жлобинского «Металлурга», как и ожидалось, получилась крайне тяжелой. Обе команды сыграли в созидательный, но в то же время прагматичный хоккей. Счет матча был открыт лишь на 23-й минуте. Житких вывел хозяев ледовой арены вперед. Столивары отыгрались в середине второго периода. Отличился Слыш. Правда, в начале третьего гомельчане вновь вышли вперед. И снова результативный балл на счету Житких. На этот раз он выступил ассистентом, а шайбу забросил Колосов 2-1. Такие цифры на табло продержались вплоть до финальной сирены. Гомель следующий матч проведет вновь в родных стенах. Завтра состоится игра против Солигорского «Шахтера». Начало в 19.00. В это же время «Металлург» впервые выступит в новом сезоне перед своими болельщиками в поединке против «Минской юности». Волейбольный сезон стартует в Гомеле 21 сентября. Солигорский «Шахтер» и «Минский строитель» разыграют Суперкубок Беларуси среди мужских команд. Поединок пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 19.00. На следующий день на этой же арене состоится матч 1-8 финала. Кубка страны между гомельской командой «Энергия» и столичным «Рором». Для гомельского мужского волейбола будущий сезон особенный. В чемпионате Беларуси областной центр будут представлять две команды. Сдюшер «Энергия» под руководством Андрея Карабанева выступит в дивизионе «Б». В сильнейшем дивизионе «Гомель» представит «Энергия», ведомая Дмитрием Лихорадом. Кстати, в элите белорусского чемпионата команд из Гомельской области не было 4 года. Состав «Энергии» практически укомплектован. Осталось провести только точечное усиление. Среди игроков новой гомельской команды немало волейболистов с большим игровым багажом. В том числе и с опытом побед в чемпионатах Беларуси. В дебютном сезоне «Энергия» намерена взобраться как можно выше в итоговой таблице. Ставятся самые большие задачи, пусть это и первый год, но и собраны ребята, которые уже понюхали пороху и которые уже действительно хотят добиться многого с этой команды. Ждем начала чемпионата, первых игр, безусловно, волнительно. Захочется показать максимум, что способны. Будем хотеть выиграть, делать все для того, чтобы выиграть. Поэтому ждем, с нетерпением ждем. Поединки первого и второго туров чемпионата Беларуси «Энергия» проведет дома. 29 и 30 сентября в Гомель приедет команда «Могилевские львы». 6 и 7 октября марка ВГТУ из Витебска. Юношеские команды футбольного клуба «Гомель» одержали 4 победы с общим счетом 21-1. Две добыты в игре с Мозырьской славией. В гостях команды, составленные из игроков 2002 и 2003 годов рождения, были сильнее сверстников с одинаковым счетом 3-0. Также две игры прошли в Гомеле на стадионе «Сдюшор-8». Старшая группа была сильнее Витебска 3-1, а младшая одолела жидковический ЮАЗ с неприличным для футбола счетом 12-0. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин